Существует такая проблема, интересная в логике, ее уже много раз обсуждали. Впервые она замечена была истителем в трактате об интерпретации, в главе 9, он обсуждает о необходимости случайных будущих событий. Там речь идет о морском сражении. Мы сегодня можем предполагать, что морское сражение завтра либо состоится, либо не состоится. И вот эти два варианта, что оно состоится и не состоится, они покрывают полную область возможностей, потому что либо А, либо не А. И это все варианты, какие только существуют. Но уже сегодня, когда это сражение еще не состоялось, уже известно. Известно, конечно, станет завтра, но уже сегодня одно из высказываний, либо то высказывание, что морское сражение состоится, либо то высказывание, что оно не состоится, одно из них истина. То есть одно из них истина, другое из них ложа, но уже сегодня. То, что мы высказываем некое высказывание, мы делаем о будущем, уже сегодня ясно, что одно из них должно быть истинно. И отсюда возникает проблема. Не является ли вот эта вот истинность, которую, может быть, мы сегодня не знаем точно. Какое из двух высказываний является истинным, мы не знаем. Какое из них является ложным, мы не знаем. Но, тем не менее, поскольку они уже сегодня истинным являются. Не является ли здесь своего рода вот такая логическая детерминированность? Из истинности высказывания определенного рода следует его реализация. Сам по себе Аристотель на эту проблему отвечает тем способом, что... Ну тут в чем проблема? Изначально надо заявить, что согласно Аристотелю, всякое высказывание является либо истинным, либо ложным. Я вот, честно говоря, не помню там... В принципе, если брать, принимать во всю совокупность высказываний так же вопросы, там, как бы восклицания, там... Утверждения, ведь, да. И прочее, то тогда это не так, да. Но если брать только утверждения, да, вот только высказывания, не имеющие модальности, да, вот, то тогда в утверждениях получается, что каждое высказывание, оно всегда должно иметь такую характеристику, либо оно истинно, либо оно ложным. Но здесь возникают сакуродовые варианты, да, в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем. Так вот, Аристотель утверждает, что заранее высказывание о том, что завтра случится сражение морское, или завтра не случится сражение морское, но заранее не является ни истинным, ни ложным. Да? То есть они, как бы, являются такими, как бы, гипотетическими. Их истинность или ложность еще не установлена, она еще не существует. То есть он из этой ситуации выходит таким образом. На самом деле можно было бы из этой ситуации, как бы, на этой ситуации увидеть еще и другую проблему. Проблему, связанную с тем, что, несмотря на то, что логически мы всегда перемеряем, ну, всякое утверждение перемеряем в отношении его истинности или ложности, у нас еще существует такая вещь, что одно и то же утверждение в различные моменты времени может менять свою характеристику. Оно может сначала быть истинным, а потом ложным. То есть Сократ пока был жив, это высказать, что Сократ живой, как бы, это было истинно. Когда Сократ уже не стал, как бы, высказать, что Сократ живой, это стало ложным. То есть одно и то же высказывание, да, зависит, как бы, вот, имеет характеристику временности. То есть в зависимости от момента времени, в котором оно высказано, это высказывание является либо истиной, либо ложным. Вообще говоря, почему здесь существует проблема, потому что время есть такая характеристика, которую всякого рода знания, понимание, наука стремится как бы элиминировать, вывести за скобки. И вот наше понимание необходимости, оно как бы основано на том, что мы стремимся добиться вот некоторого рода такой характеристики, при наличии которых, ну как бы если набор каких-либо условий, которые мы могли бы обозначить в виде А, наличествует, то из этого с необходимостью следует, что должно наличествовать Б. Какой-то феномен, скажем. То есть на самом деле в этом детерминировании феномена присутствует желание элиминировать время. Элиминировать в том смысле, что время не присутствует здесь как вот в виде какого-то, в виде характеристики, которая влияет на результат. То есть мы говорим о том, что если существуют условия некие, то как бы сразу же существуют и события. То есть в каком-то смысле мы, при прочих равных условиях, да, в каком-то смысле мы как бы убираем вот эту вот неожиданность, да, вот эту случайность. Но тем не менее существуют опыты, которых случайность присутствует необходимым образом. Например, опыты по бросанию монеты. Если мы, ну, примем, что монета может принимать только два положения. Не может она на ребро падать, что она может падать только там на сторону, которая называется решкой, на сторону, которая называется орел. Допустим, такая монета, что, или такая поверхность, где мы ее бросаем, что на ребро ей никак не стоит. Тогда, исходя из того, что существует два варианта, согласно закону вероятности, да, вот, образуется как бы вот 50 на 50. События Решки и Орла, они будут распределяться там с вероятностью 1 на 2 на 1 на 2. Не закону вероятности, а просто практическому опыту мы ее бросаем. А откуда закону вероятности берется? Ну, закон уже взялся из опыта. То есть мы провели опыт и увидели, что 50 на 50. Нет, а как бы... Смотри, как это решается. Я говорил про необходимые и достаточные условия, да. Если существуют такие опыты, где существуют некоторые условия, тем не менее, не могут полностью ограничить исход. То есть вот есть некие достаточные условия, да, но тем не менее, мы не можем добиться таких достаточных условий, чтобы однозначно детерминировать процесс. То есть сказать, что монета всегда будет падать на решку. Мы не можем. То есть мы не можем добиться таких условий. И тогда возникает такая ситуация, когда мы вынуждены говорить о том, что мы можем только добиться каких-то неполных условий, при котором существуют две возможности. Или там, три возможности, или четыре возможности. То есть мы как в статистической физике. Мы не можем полностью весь процесс описать, да, того, как там хаотические молекулы там и я там и сталкиваются, да, и в броновском движении. То есть каждый процесс со столкновения, он является, допустим, подчиняется классической механике. И там, и в принципе можно было бы записать, как там бесконечное, ну там, большое количество уравнений, пытаться его решать, но все это нереально. И поэтому придерживаются некие статистические закономерности, да. То есть нам, несмотря как бы на то, что мы вроде бы стремимся добиться достаточных условий для того, чтобы детерминировать процесс, нам вот этой детерминации не удается. То есть нам не удается обнаружить из этих достаточных условий. И мы, исходя из неких практических, исходя из некого рода, ну, возможно, исходя из наших возможностей, мы довольствуемся некими условиями неполными, да, которые, на самом деле, детерминируют процесс до определенного уровня. То есть, например, до уровня выбора возможностей. Что вот исходы будут только такие, они и не иные. Допустим, как бросание монеты. То есть исходы только два. Либо будет решка, либо орел. Что интересно, вот в этом бросании монеты и в том опыте, который про логическое детерминирование, связанное с рассуждением о завтрашнем сражении, существует некоторого рода интересная логическая связь, да. Которая связана с тем, что в бросании монеты и в утверждении о будущем событии существует некоторого рода полное знание. То есть мы знаем, допустим, что монета может иметь, исход бросания монеты всегда будет либо орел, либо решка. Мы всегда это знаем, да. И, условно говоря, если кто-то говорит, что выпал не орел, да, то мы сразу знаем, что выпала решка, да. И если кто-то говорит, допустим, что сражение состоялось, то мы понимаем, что высказание, что сражение не состоится, становится ложным. И вот здесь возникает та проблема, о которой ты говорил. Проблема, связанная с гипотезой Розина-Подольского Эйнштейна. В самом деле, когда мы говорим о том, что два фотона, находящиеся в неком одном состоянии, описывают с некой одной волновой функцией, да, да, и эти фотоны расходятся, да, мы, допустим, их разводим на бесконечность. Когда мы узнаем состояние одного фотона, да, то тем самым мы мгновенно узнаем состояние другого фотона. Ведь здесь... Не физическая реальность. Да, здесь не физическая реальность, а может быть, здесь логическая такая же реальность, да, связанная именно с тем, что мы заранее знали исходы. То есть так же, как бросание монеты. Если мы знаем, что не решка, значит орел. Других-то вариантов нет. То есть, как с перчатками, да, если у нас две перчатки, и мы их как-то перемешали в коробке, то если мы достаем одну перчатку правую, мы всегда уже знаем, нам уже не надо для этого специальный опыт, что лежит в коробке вторая перчатка, а именно левая. Потому что мы положили туда две перчатки, и они отличались как правая и левая. То есть на самом деле получается, что вот есть такой интересный феномен, да, связанный с тем, что наше знание, всё-таки как-то будущее... Просто сознание. Да, свойство сознания. Всё-таки как-то детерминирует наше настоящее. То есть, если мы знаем, что исходов событий всего лишь два, идёт ли речь о каком-то случайном будущем событии, да? Там нужно знать только... Идёт ли речь о двух фотонах, которые сообразуют общее состояние, которые находятся в этом состоянии постоянно, и зная о состоянии одного фотона, мы знаем тем самым косвенно состояние второго. Идёт ли речь о бросании монеты, или что-либо в этом роде. В самом деле всякий раз мы, получается, как бы вот, имеем какую-то такую странную логическую детерминацию второго знания. То есть, зная какой-то один исход, мы сразу же получаем детерминацию о другом высказывании. То есть, всё-таки здесь что-то такое есть интересное, и, возможно, как бы именно вот эта логическая неопределённость, если так можно сказать, имеет характер парадокса, который возникает также не только в логике, но и в физике. Вот парадокс Розена, Эйнштейна, Подольского. Тем более, если учесть, что, ну, даже предполагается, что экспериментально он подтверждён, да, что это именно так и будет. Так вот, что ещё к этому можно было добавить? Возможно, на самом деле, интерферационные всякого рода опыты, когда мы посылаем частицы через две щели, да, и когда мы не можем каждый раз определить, да, если мы предполагаем, что, допустим, электрон каждый раз является частицей, он должен пройти через одну щель, но это свойство, локальное свойство частицы, да, то мы не можем сказать, через какую щель он пройдёт каждый раз, да? Мы знаем, что прошёл. Да, мы знаем, что прошёл. То есть, в каком-то отношении, если бы, просто, если бы в этом опыте теперь обратная логика, мы бы знали, через какую он прошёл щель, да, то получалось бы, что мы слишком бы много бы знали, Потому что в каком-то другом отрицательном смысле мы бы знали, что он не прошел через другую щель. Если мы из двух щелей знаем, через какую щель проходит электрон, то мы знаем, что он не проходит через другую. И каждый раз бы возникала такая коллизия, что знание о том, через какую щель проходит, дает нам косвенную информацию, что он не прошел через другую. Возможно, вот такая детерминация, получается полная детерминация. То есть электрон проходит через одну щель, а не проходит через другую. Это полная детерминация. Возможно, вот такое полнотерминистическое описание и вызывает коллизию. Если бы такая полная детерминация существовала, то тогда и не было бы никакой интерферационной картины. Ведь интерферационная картина возникает, если только этой детерминации нет. Если мы точно не знаем, через какую щель проходит, и получается, как бы, в каком-то отношении электрон интерферирует сам с собой. То есть каждый раз, говорит, да, это одна частица, она вроде как ни с чем не взаимодействует. И знание до того, как он вылетел в фотон, заключается в том, что он пролетит либо через одну, либо через другую. Да, но он пролетит так, на самом деле, эту щель... Мы знаем только то, что он должен пролететь. Правильно. Так смотри, так самое интересное, он пролетит так, что как будто бы он знает, что за этим фотоном, или за этим электроном последуют другие частицы, такие же, и которые пролетят как-то по-другому. Но, тем не менее, в общей картине они дадут нечто цельное, как будто бы все они знали заранее, на самом деле, что они будут двигаться по определенного рода орбитам и дадут общую картину интерфеляционную. То есть, по-моему, через... Не случайно. По идее, если бы частицы летели бы случайно, то они бы давали некое распределение там, вот как в Гауссе, да, там. То есть там, где проходят щели, было бы две... Две такие... Два максимума. Два максимума было бы, да. То есть как вот песок. Если сыпать песок через две дырочки, да, получится, что как бы, ну, будет распределение такое гауссовское. Так же и здесь. Должен было бы, по идее, предполагая, что все электроны независимы друг от друга, и все фотоны независимы друг от друга, когда они пролетают до вещей, и каждый раз бы возобновлялась бы одна и та же ситуация, как в статической физике, да. Что один и тот же опыт как бы просто возобновлялся бы, мы имели бы только статистику. Например, там, статистику вот, там, Гауссу, да. Но на самом деле, такая исполняется как другая статистика, в которой получается, что как будто бы вот эти частицы знают заранее о том, что будут еще и другие частицы. И они ведут себя так, как будто бы они прямо вот с ними, с будущими частицами взаимодействуют. То есть они еще только полетят. С прошлыми. С прошлыми и будущими, надо так говорить, правильно. И с прошлыми и будущими. И когда мы говорим о том, что вот о будущих случайных событиях, да и о том, что мы знаем исходы. И, допустим, исходы, бросания монеты или исходы. Ну или просто как в логике, да, айня, мы знаем, что либо событие случится, либо не случится. То вот наше знание об этом, оно получается как-то, ну не знаю, да, то ли влияет на реальность, то ли как бы там вот непонятно, как это можно высказать. Получается, что фотоны имеют сознание? Нет, не фотоны имеют сознание. А получается, что сам процесс как бы вот нашего свидетельствования о неких событиях, он возмущает само свидетельствование, да, возмущает сам процесс. Ну смотри, опять же, с опытом, экспериментом Эйнштейна-Подольского Розина, мы имеем, допустим, два фотона, да, которые имеют определенного рода спины. Один там вверх, другой вниз, да. Если мы вдруг устанавливаем где-то на большом расстоянии, что у одного вверх, у другого оказывается спин направлен вниз. Мы знаем об этом, или мы померили? Ну, я же говорю, что опыт проверили. Опыт померили. То есть проверили. Ну это, как это можно проверить? Это можно проверить только те способства, что, видимо, надо одновременно зарегистрировать их, что они в таких состояниях. Нет, сам факт, так что состоит? Сам факт состоит в том, что, ну даже если бы мы не померили, из-за этого знания по одной части... А факт, что одновременно мы знаем две характеристики. Но мы заранее их знали. Мы знали заранее, что два исхода. Да, либо одно, либо другое, да. Просто трудно предположить, что здесь существует какая-то логическая детерминация, да. Из того, что мы знаем заранее, что существуют два исхода, ну, получается логическая детерминация. Если мы знаем, что заранее существуют два исхода, и мы знаем результат одного исхода, то мы знаем и результат исхода второго. Чисто логически. То есть мы знаем из прошлого, мы знаем уже будущее. Да. Нет, мы знаем... Ну, в физике самая главная проблема – это бесконечно быстрое знание, да. То есть мы из-за того, что мы знаем, что один электронаправленный спин в одну сторону, мы это уже знаем как бы моментально, мгновенно. Так вот, поэтому мы, может быть, и предполагаем, что существует мгновенная скорость передачи, что мы логически мгновенно знаем. Да это неважно, просто здесь дело не в скорости, на самом деле. Понятное дело, что физики об этом говорят, но мы фактически ведь знаем логически. Я говорю, что логика. Просто знаем логически. И мы переносим это на феномен, на реальный, что там есть распространение бесконечное. Нет, ну точно так же, как с монетами. Если мы знаем, что выпала решка, то мы знаем, что выпал не орел. Мгновенно. Мгновенно. Понимаешь? То есть в самом выпадении, как бы, решки, как бы уже существует какая-то еще дополнительная информация, что выполни орел. Надо подумать, на самом деле. Все эти проблемы, они связаны как-то с двузначностью логики. Потому что логика двузначности нам позволяет считать, что если не одно, то другое. Мгновенно. Мгновенно, да. Что-то получается, знание такое интересное. То есть, зная одно, мы тут же знаем другое. Не делаем, так сказать, какую-то цепочку, или не проходит какое-то время определенное. А мы одновременно знаем два. Не одно, а два. Тут еще вот я, что-то мне приходит на ум такое размышление по поводу знания вещей в себе. Вот предположите о существовании вещей в себе, вот как Кант их предполагает, да, до, как бы, наших, до действия наших формообразующих способностей. Мы будем говорить сейчас только о пространстве, формах чувств. Вот существование вещей в себе до, как бы, того, как их преобразует нечто пространственное временное. Наши органы чувств, да, как бы, нашей формой чувства. Оно ведь, на самом деле, чревато странным каким-то утверждением. Ведь, на самом деле, если мы знаем, что такие вещи существуют, и они являются причиной, да, или являются, как бы, составляющей нашего опыта, то ведь получается, что, во-первых, как бы, с одной стороны, они непознаваемы, в силу того, что мы всегда познаем только явления, а вот сами вещи в себе всегда находятся, как бы, позади, да, вот этих явлений, да, как бы, они скрыты от нас, потому что мы всегда в явлениях постигаем частично самих себя, да, потому что мы, как бы, свои формы постигаем в пространственном, временном. То есть, с одной стороны, как бы, они непознаваемы в силу исходного определения в честь себя, с другой стороны, они познаваемы, потому что косвенным образом, зная о том, что пространство и времени являются формами чувств, мы, как бы, знаем не нечто о непознаваемом, о вещах в себе. То есть, мы можем говорить о том, что вещи в себе возможны не в пространстве времени, раз пространство и время являются формами нашего чувства. То есть, они, как бы, можно говорить, что как бы вне пространства и времени, хотя это утверждение звучит, само даже утверждение звучит вроде как бы аллогично, но исходя из, опять же, вот этой двойственности, что вещи в себе, тут распадается, то есть, такая же, где возникает некая дуальность между тем, что что-то познаваемое, а что-то непознаваемое. И вот если это непознаваемое относится, находится в каком-то отношении к познаваемому, то исходя из того, что мы знаем о познаваемом, мы можем делать выводы, некоторые выводы о непознаваемом. Получается, мы можем высказывать некие содержания о том, как существуют непознаваемые, как существуют вещи в себе. Это означает, что вещи в себе, получается, в каком-то отношении познаваемые. Но познаваемые имеется в виду не в том смысле, что они чувствуют, достигают, но в том смысле, что у нас есть некое знание о нем. Допустим, вещь в себе вне пространства и времени. То есть, она либо вне пространства и времени, либо в пространстве и времени. Если она в пространстве и времени, мы ее познаем. Одно утверждение либо ложно, либо истинно. Нет, в пространстве и времени. Все, что в пространстве и времени, всегда явление. а вещи в себе, они не являются явлениями, поэтому не пространство и времени. Собяние, отсюда как бы можно было бы сделать вывод, что нельзя, мы не можем, ну вот как я делал, это такой вывод, что мы не можем, на самом деле, утверждать, что в конкретном нашем восприятии, которое перед нами раскрывается, в созерцании, какие элементы этого созерцания представляют собой форму Мичуства. То есть, понятное дело, что, конечно же, наше познание так устроено, что мы как бы спроектируем свои какие-то формы, да, формы чувства, какие-то способы постижения отношения к реальности, и потом их воспринимаем уже вот в целостности того, что получается. Наверное, так оно и устроено. Но что конкретно отвечает за это? Отвечает ли за это пространственность, как или временность, мы сказать не можем, потому что всякое конкретное высказывание о том, что это конкретно такое, мы… Есть косвенное высказывание о том, чем не являются вещи в себе, да, чем они не охвачиваются. Если мы говорим, что пространственное время – это наши субъективные формы чувства, то тем самым мы утверждаем, опять же, я просто повторяюсь, да, что они не являются формами, в которой существуют вещи в себе. Ну, да. И вот это, опять же, та же логическая, чисто детермината. Здесь нет никакой… Здесь нельзя, невозможно ничего проверить. Здесь можно высказать только, вот, как вот с перчатками, да, если мы утверждаем, что у нас всего лишь две перчатки, и я имею перчатку правую, то я понимаю, что другая перчатка, которая спрятана от меня, она левая. То есть мы её не видим, но делаем… Да, но делаем косвенное утверждение, косвенное, исходя из того, что вот нам дано некое знание, да, вот, что эти перчатки связаны тем способом, что как правый или как вещи в себе. Нам дано некое знание, что они, хоть они и не познаваемы по определению, но тем не менее они находятся в неком отношении к тому, что нам известно. А нам известно явление. Да, если мы говорим, что явление в пространстве и времени – это то, что идёт от субъекта, да, это то, что даёт субъект в опыте, то на самом деле тем самым мы знаем, что вещи в себе, по крайней мере, не охвачены этими, с этой субъективностью, то есть вот этими формами, которые субъект даёт из себя. Травопроектируют опыт. То есть, высказывание ничто не существует? И возникает отсюда тот же, как мне кажется, не парадокс, надо было говорить, а какая-то вот коллизия, связанная с тем, что логика, да, вот, имеет некую, это чрезмерность, связанную с тем, что вот мы говорим «а» и «неа», да, то есть тем самым заполняем всю полноту возможностей. Здесь тоже своего рода такая же, вроде, полнота. Вещи либо познаваемые, либо непознаваемые. Если нечто непознаваемое, то оно мы с ним вообще никак соотноситься не можем. То, что непознаваемое, к нам не может никак относиться. А если оно к нам как-то относится, то в этом отношении мы можем установить, в чём эти непознаваемые вещи познаваемые. Потому что через отношение к непознаваемому мы устанавливаем и познаваемость непознаваемого. Такая вот некий парадокс, такая взаимосвязь, игра. Познаем-непознаваемость. Как с Решкой и Орлом, как в опыте у Розина-Подольского Эйнштейна, где мы, зная состояние одной частицы, одного фотона, мы тут же знаем состояние другого. Зная состояние, что Решка, мы знаем, что не Орел. Зная, что сражение состоялось, мы тут же можем утверждать, что высказывание о том, что оно не состоялось, неверно. В опыте немножко другое. Я понимаю, что просто фотон меняет свое состояние. Ну не важно, важно, что некое изготовленное состояние изначальное, которое является связанным. Потом это связанное состояние, эта функция сохраняется во времени. Мы как бы разводим фотоны в пространстве, от этого ничего не меняется. Система та же остается, от той же системы. Но это меняется для нашей регистрации опыта. Есть реальность, да, которая меняется, а есть знание наше об этой реальности. То есть знание нашей реальности говорит о том, что мы знаем другое. И это на самом деле так оказывается. Не, просто проблема... Ну ты правильно говоришь, да. Просто проблема тут состоит в том, как мне кажется, что двузначная наша логика, она в некоторых отношениях имеет не только истину, ложь, добро, зло, да, нет, и прочее. Не нужно знание добра и зла как такового. Не нужно знание одного, исходя из этого, мы всегда вычислим другого. Так вот, я и хотел сказать, что оно является не только как бы некоторым случайностью некоторой. На самом деле в этом заложено какое-то глубинное требование полноты. То есть мы как бы хотим иметь вот это... Вот мы говорили об условиях, да? Мы как бы хотим эллиминировать время, да? Мы хотим полностью как бы добиться полноты всех условий. То есть вот есть некие, как то, что, например, Ленин создал некие достаточные условия. Мы хотим добиться. Мы хотим добиться таких достаточных условий, которые... А заявляя о которых, мы тем самым могли бы заявить, что нечто происходит с необходимостью. Потому что если условия состоялись, если они налицо, если налицо условия А, то возникает феномен В. Мы хотим этой необходимости добиться. Так вот, мы хотим этой необходимости добиться, в том числе в силу того, что мы в логике имеем эту детерминацию. Мы говорим о том, что есть два, некая двузначность есть. То есть наличие этой логики нам как раз дает способность брать полноты. То есть вот эта полнота, это и эстетическое требование, и логическое требование, и требование этическое. Мы полностью все возможности тем самым перебираем. Мы не можем перебрать реальные возможности. Допустим, есть некий ряд бесконечный, допустим, натуральный ряд. Мы не можем его перебрать, натуральный ряд. Мы можем всегда перебрать так, один и все остальное, два и все остальное, три и все остальное. То есть каждый раз мы добиваемся некой полноты. То есть, двигаясь в каком-то переборе, мы всегда можем говорить так, например, нечто одно и все остальное. То есть, а и не а. И вот когда мы говорим а и не а, мы имеем всю полноту. Мы весь ряд бесконечный имеем в актуальном своем обладании. Вот это нам дает возможность, допустим, рассуждать в философии. Рассуждать с далеко идущими последствиями. Рассуждать, допустим, о бытии Божьем, антологических доказательствах. Продолжение следует...